Израиль совершил ответный авиаудар по Ирану. Тель-Авив поразил по меньшей мере 20 иранских военных объектов. По данным ЦАХАО, речь идет о батареях ПВО и объектах по производству баллистических ракет, которые использовались в атаках на Израиль и 1 октября, и 14 апреля. В операции задействовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики. После операции все воздушные суда вернулись невредимыми. Официальный представитель ЦАХАО предостерег Иран от ответных действий. Я могу подтвердить, что мы приняли ответные меры на нападение Ирана на Израиль. Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственную угрозу государству Израиль. ЦАХАО выполнил свою миссию. Если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации, мы будем обязаны ответить. В Тегеране заявляют, что ущерб от авиаударов был ограниченным, и сама атака была якобы неудачной. Иранская сторона также отрицает заявление Тель-Авива, что в атаке участвовали более ста истребителей, и заявляет, что израильские лидеры в это время находились в бункерах, якобы опасаясь потенциального иранского ответа. На данный момент иранцы преуменьшают масштабы ущерба и говорят о своей системе противовоздушной обороны, утверждая, что она успешно сдерживала и предотвращала атаку. Но еще предстоит выяснить, как власти Ирана относятся к масштабам нанесенного ущерба, и чувствуют ли они необходимость срочно ответить еще одним залповым ракетным ударом по Израилю. Подозреваю, что иранские власти воздержатся от этого, так как идти по пути эскалации не в их интересах. Мировое сообщество призывает Иран не отвечать на авиаудары Цахау по иранским военным объектам. В частности, премьер Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Израиль имеет право на самооборону, и Тегеран не должен принимать ответных мер. Я четко осознаю, что Израиль имеет право защищаться от иранской агрессии, а также ясно понимаю, что нам необходимо избегать дальнейшей региональной эскалации, и призываю все стороны проявлять сдержанность. Иран не должен отвечать. За несколько часов до атаки Цахау на Иран, Москва передала Тегерану разведывательные данные. Вследствие этого, как сообщает Sky News Arabia, Иран знал о перемещении израильских военных. Впрочем, несмотря на то, что Тегеран был предупрежден Москвой, атака все равно оказалась точной и эффективной. Она была обширной, она была целенаправленной, она была точной, она была направлена против военных объектов по всему Ирану. Она была очень тщательно подготовлена, и опять же, я думаю, что она была так спланирована, чтобы быть эффективной. Неназванный представитель президентской администрации США в комментарии телеканалу CNN. Аналитики убеждены, что Тегеран стремится не эскалировать конфликт. Впрочем, напряженность в отношениях двух государств останется и в дальнейшем, поскольку вражда с Израилем у иранского правительства идеологическая, а не политическая. Продолжение следует...